Доброе утро Полтава. Доброе утро. Сегодня мы решили вот вдвоем провести сегодняшнее утро. Решили не просто так, а потому что все почему-то куда-то уезжают, спешат. Мария, последние последние деньки лета, я тоже уезжаю. Сегодня вечером Света уезжает, мы надеемся, что у нее все удастся и мы завтра какой-то сюрпризик от нее получим. Да, ну очень надеюсь, я, конечно, вот это вот класс-картные сюрпризики с ногами, да, и очень пахнущими носками. Билетов, кстати, вообще нету, я надеюсь, и еду, билетов очень проблематично достать, если вы планируете куда-то поехать заранее и лучше сразу не через кассы, а через интернет. Я не знаю, там, Приватбанк, боксы разные есть. Ты через Приватбанк покупала через интернет? Не через Приватбанк, я не помню, как программа называется, но тоже там в Приватбанке 24 смотрели. Ну, через интернет есть билеты, если ты подходишь на кассы, их нету, то есть их заранее там либо забивают, я не знаю, либо же куда-то девают. Имейте в виду, пользуемся интернетом. Да, интернет спасающая штука. Вот, я пока сюда ехала на велосипеде, хочется обратиться, наверное, ко всем пешеходам. Ребята, ну, смотрите, куда вы идете, зачем идете. Переходите места только по землю, только по подземным переходам, либо же специально определенным местам. Бабушка только что выскакивает под ноги, ну, я не знаю, под колеса, да, метров за 30-40 от пешеходного перехода. Ну, подумаешь, велосипедист, ну, больно не сделает, да нафиг убьет, я бабушку тут чуть не сбила. Аккуратней надо быть, ребята, берегите себя прежде всего. Это больная тема, хамство пешеходов, это на каждом шагу. Кстати, мы каждое утро здесь наблюдаем, как бродят люди по проезжей части, почему-то, несмотря на то, что подземный переход, отдельно репортаж. Я подготавливаю на эту тему, не сегодня, я просто хочу собрать много таких случаев. Нехорошо, и я в прошлом году еще делал, в этом году делал. Вот именно вот здесь вот почему-то люди ходят, и самая главная причина, болят ноги, спешу, а подземный переход что? Ну, если болят ноги, тоже по ступенькам как-то не очень удобно туда-сюда подниматься. Ну, ты меня извини, возле главпочтам-то там не бегают по дороге, почему-то. Там некого, по-моему. Так что соблюдаем правила дорожного движения обязательно. Саш, может быть у тебя какие-то там вчерашние, вчера был вечер с Крябином, вот. В памяти, памяти, до дня рождения. Я не был там, кстати. Я проездом быстренько так, буквально пару песен, в способе сама ищи, послушала. Безумно классные ребята, молодцы, организаторы, людей было много, достаточно много. Собрались, я там прыгала, 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 по-моему, что-то видеть, но за головами больших дядек вообще ничего не было. Фейсбук открыл для андроида специальную функцию, и вчера я онлайн это все наблюдал. Есть у нас хороший знакомый Виталий Юрьевич Никипелов, который нам помог в этом деле. Он показывал, я его себе спрашивал. Онлайн. Онлайн все. Ну, качество, конечно, слабенькое, но... Все равно было видно. Что-то видно было. Да, вот все, кто хотел, мог посмотреть. Да, еще мне пожалуюсь, пожалуюсь сегодня. Мне не нравится ВК, вы изменил свой профиль. О, у каждого свое. Вчера на НЛС-19 сумасшедший какой-то выбрасывал взрыв пакеты с окна. Это было, конечно, что-то с чем-то. С периодичностью 15-20 минут, и полиция приезжала, и все, но не нашли. По одной простой причине. Представь себе, полицейские не имеют права входить в квартиру. Да, есть такое у них. И они постояли, посмотрели, на этом все и закончилось. То есть, что было, зачем этот человек это делал, никогда. Просто наблюдали тупо. Когда все расходятся, в окно не видно никого, раз, выбрасывается взрыв пакет. Кто, что, непонятно. Ну, напомнили о том, что в стране война. Мир почти сходит с ума. Поэтому. Небольшие прогнозы. А сейчас о погоде. А сейчас о погоде, да. Сегодня обещают до 27, но мы смотрим, уже затягивает. Со стороны подола что-то тянется. Все-таки дождь, наверное, будет. Ну, после 18 обещали дождь, но, похоже, раньше будет. Прогноз другой. Прогноз на осень. Я вот тут с утра в интернете столкнулся. Зарплату на осень зарплата в течение последнего года поднялась на 9-17%. Интересно посмотреть на людей, у которых поднялась зарплата на эти несчастные проценты. Когда я для себя посчитал, это приличная сумма была бы, ну, если бы все время стабильно она поднималась. Ну, так она стабильно не поднимается, она вообще не поднимается. Ну, она же берется вообще взята. То есть, все-все-все там от уборщика до начальства плюсуются, а потом делятся. Ты знаешь, у дворниц здесь убирают девочки, спрашивают, у вас поднялась зарплата? Они на меня смотрят, как на сумасшедшего. Другой дядя так шел, да. Поэтому говорить об этом тяжело. Но зато цены поднялись на 43% за это было. Да. То есть, цены поднимаются, зарплата нет. Я не знаю, как будет зима, но надо общать. Но зарплата, интересная причина, зарплата не будет подниматься. Зарплата повышается, когда уровень безработицы низкий. А у нас уровень безработицы не низкий. Поэтому зарплату мечтать о том, что она будет подниматься, не стоит. До тех пор, пока не начнут работать предприятия, не начнут появляться рабочие места, зарплаты нет. Почему? Потому что много безработных. Света, если ты уволишься, на твое место очередь. Если я уйду, на мое место очередь. Вот так оно и получается. Найди еще. Ну, таких, как мы, тяжело найти. Да, тут Света права. Поэтому, ну, вот что интересно. Доллар осенью обещают до 27 дойти. На этой неделе, в начале недели, доллар нас немножко качнул. Да, 26. Он показал свои зубки. 26, значит, уже будет наверняка. Будет ли 27, не знаю. Помнишь прогнозы, когда обещали, что он дорастет до 50? В 13-м году еще говорили, держите, бакс, 50 будет. И тот раз и упал опять на 24 с 31. Кстати, вы заметили, что гречка подешевела? Да? На удивление, 30 гривен. Я уже ее не покупаю, очень давно. Ну, просто не обращаю внимания. Я на днях буквально обратил внимание, в ЭТБ захожу, а гречка-то 30. И независимо от того, какая цена доллара, что происходит в мире, гречка подешевела. То есть, гречаный картель почувствовал, что люди, что Света перестала покупать гречку, Саша перестал покупать гречку. То есть, наверное, почти все перестали покупать гречку. А денег-то хочется. Пришлось падать в цене. Представьте себе, какой подъем на этой несчастной гречке. Ну, вот такое доброе утро. Какое-то, да, оно у нас сегодня такое серьезное получилось. Серьезное доброе утро. Но, несмотря на это, вы знаете, с утра меня навеяла Алла Борисовна Пугачева. До свидания летом. Мы все-таки ее сегодня послушаем, эту песню. Ты согласна? Да, конечно. Алла Борисовна, я вчера мерила платье, когда одела. Подруги стоят, о, говорят, она Пугачева похожа. Я вот и не знала, радоваться ли, боже, плакать. Мне интересно тебя увидеть в платье. Это было бы вообще интересно. Да? А, ну ладно, окей. Приду, с моря приеду, приду. Ну что, доброе утро, Полтава. Зонтики не забываем. Всем удачи, здоровья. Кто в отдых, хорошего отдыха, кто в работе. Хорошей работы. И вообще, да, позитивно, не спать. Хорошей работы, вот это хорошо. Положительные, классные работы, продуктивных дней вам. Вот. Еще раз доброго утра. И отдыха со Светой. Да, а я в отпуск. Всем удачи, здоровья.